315 лет назад, 11 декабря 1699 года, Петром Первым учрежден Андреевский флаг, олицетворяющий военный флот России. Под ним шли в бой многие поколения русских моряков. В честь этого события в Музее истории молодежного движения собрались наши рязанские моряки и школьники. Ребята смогли поближе познакомиться с историей происхождения флага и оценить его значимость для российского флота. В виде сегодняшних наших почетных гостей мы видим людей достойных, не просто людей достойных, а людей, которые долгие годы своей жизни посвятили военно-морскому флоту Советского Союза, Российской Федерации. Военно-морской флаг Российской Федерации представляет собой белое прямоугольное полотнище, пересеченное синим диагональным Андреевским крестом. Свой выбор император объяснил тем, что именно от апостола Андрея Россия приняла свое крещение. Почему Андреевский? Ну это апостол. И он был спущен Богом на землю, и он ходил вокруг Черного моря. Вот почему Андреевский флаг. Потому что в Воронеже строился тогда большой флот. Мы хотели иметь доступ к Черноморскому морю, вот так вот. И будет посвящено также героям-рязанцам, военным морякам. К сожалению, их у нас не очень-то много. Вот, от чистокровных рязанцев будет 9 человек. Флаг развивался на мачтах российских кораблей до 1917 года. Под ним совершались кругосветные плавания, открывались новые земли. В советское время военно-морской флот ходил под государственным флагом СССР. После распада Советского Союза в 1991 году в качестве основного военно-морского был введен исторический российский Андреевский. Он был и остается в сознании россиян, гордым символом отечественной славы и доблести русского флота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова